Руководители крупнейших мировых корпораций съехались в столицу Казахстана. В эти дни в Астане проходит заседание Совета иностранных инвесторов с участием нашего президента. О чем говорили на сегодняшней встрече и каких договоренностей удалось достичь, знает Дарья Казак. В Астане проходит 36-е пленарное заседание иностранных инвесторов под председательством главы государства. В этом году главной темой стал новый инвестиционный цикл Казахстана. В столицу приехали руководители и вице-президенты более 40 крупных транснациональных компаний. Мы ставим перед собой достаточно амбициозную задачу, привлечь к 2029 году дополнительно 150 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Для реализации этой цели инвестиционный штаб при правительстве наделен расширенными полномочиями по оперативному решению возникающих проблем. Мы продолжим последовательные системные шаги, направленные на улучшение условий работы инвесторов в стране. Новые проекты преимущественно будут заключены в сфере здравоохранения, фармацевтики, недропользования, транспорта и логистики, нефти и газа, а также цифровизации. Вкладывать свои инвестиции в Казахстан готовы компании из Европы, США и Юго-Восточной Азии. Здравоохранение очень важная отрасль. Здесь много мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас было именно собственное производство лекарств, медикаментов. Мы не зависели ни от какой другой страны. И это первое. Второе. Это, конечно, будут вкладывать в развитие науки, лабораторий, исследования, привлечение новых технологий, а также развитие человеческого капитала и подготовку кадров. Касым Жумар-Токаев в своем выступлении отметил, что Казахстан за последние шесть лет привлек более миллиарда долларов частных инвестиций в геологоразведку. Недавно принятый национальный инфраструктурный план до 2029 года открывает окно возможностей для местных производителей. Будет реализовано около 200 крупных инфраструктурных проектов, оцениваемых более чем 86 миллиардов долларов. Правительство сформирует список товаров для локализации автей-контрактов. По словам главы государства, агропромышленный сектор также заслуживает внимания инвесторов. Главная цель – сделать его высокотехнологичным. И уже есть конкретные предложения от иностранных партнеров. Актуальность создания промышленного кластера по производству ирригационного оборудования, который мог бы работать на всю Центральную Азию и обеспечивать качественным ирригационным оборудованием сельскохозяйственную промышленность, потому что тема эффективной ирригации – это тема эффективного водоснабжения и тема эффективного сельского хозяйства. Глава государства говорил и о секторе чистой энергетики. В нашей стране будут реализованы так называемые «зелёные» проекты с крупнейшими мировыми компаниями. Мы работаем в Казахстане уже более 30 лет. И за все эти годы мы уже инвестировали более 7 миллиардов долларов. Сейчас мы работаем в секторе энергетики, а именно в вопросах возобновляемых источников энергии. Потому что, как вы знаете, вопросы чистой энергии важны не только для Казахстана, но и для всего мира. Наша страна является крупнейшим в мире производителем урана. Как вам известно, недавно на национальном референдуме граждане поддержали строительство первой атомной электростанции, что послужит долгосрочной инвестицией в нашу энергетическую безопасность. В настоящее время мы рассматриваем возможность создания международного консорциума для реализации этого проекта. В заключение Касымжмар Токаев заявил о важности продолжения диалога между членами Совета и государственными органами, который направлен на улучшение инвестиционного климата в стране. Дарья Казак, Рустама Бельдинов, Астана. Первый канал Евразия при содействии телерадиокомплекса президента Республики Казахстан.